Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Не направление, а дорога. В поселке Парис и Поспелово на Русском острове можно ехать по асфальту. Две стороны одной медали. Реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых глазами самих участников. Это далеко не простая болезнь, что это действительно болезнь, зависимость. И что медикаментами, какими-то таблетками или уколами это невозможно лечить. Родные воды. Приморский канаист Иван Штыль готовится к Олимпийским играм в Токио. Сезон прошел очень трудно и я бы сказал, такие результаты в целом сборная России не показывала очень давно. Также в выпуске. Надежда жива. Несмотря на приближающиеся холода, мэрия Владивостока осваивает бюджетные средства на ремонт дорог. Еще раз скажем, одни за всех. При поддержке президентского гранта в Приморье создадут сообщество инициативных семей. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Губернатор Приморского края Олег Кожемяк отказался от законопроекта по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов. Поступило в Приморский парламент, сообщает агентство «Регнум». Напомним, ранее законодательное собрание в двух чтениях рассматривало законопроект о возвращении всеобщих выборов глав муниципалитетов. Однако перед третьим чтением было принято решение выслушать мнение самих руководителей городов и районов. Из 34 глав муниципалитетов 26 высказались против. И вот краевое руководство сослалось на мнение глав территории, которые, являясь назначенцами, в своем большинстве дали отрицательное заключение законопроекту. Как отмечают политологи, таким образом, внутриполитический блок признает, что не может обеспечить проведение муниципальных кампаний в условиях роста протестных настроений. В настоящее время Олег Кожемяка отозвал законопроект, ссылаясь и на то, что увеличатся расходы, которые связаны с проведением выборов в новых муниципалитетах края. Для большинства жителей Владивостока наступающий холода – это очевидный факт. Но в управлении дорог и благоустройство администрации Владивостока, видимо, знают о погоде несколько больше, так как продолжают осваивать бюджетные средства на ремонт дорог. За первые осенние месяцы разыграно несколько контрактов на общую сумму более чем 106 миллионов рублей. Исполнители осенних контрактов оказываются в незавидном положении. Выполнить дорожные работы и освоить десятки миллионов рублей им необходимо будет в очень сжатые сроки. Даты завершения дорожных работ для них, как и для подрядчиков, взявших контракты гораздо раньше, ограничены первой половиной ноября. Подрядчики уже приступили к выполнению поставленных задач на улице Борисенко. Будет проведен также ремонт на улице Некрасовская, от дома номер 90 до дома 122. Помимо этого, ремонт затронет и улицы Крыгина, и Несейскую, Пятую, и проспект Столетия Владивостока. В поселке Парис и Поспелово на Русском острове теперь ведет асфальтированная дорога. Асфальтобетонное покрытие уложено по распоряжению главы Владивостока. Ремонт продолжается и на улице Экипажной. Здесь асфальт появится на участке протяженностью 1 километр 700 метров. Сейчас подрядчики обустраивают пешеходные зоны, затем асфальтируют проезжую часть. Подробности в нашем сюжете. До Поспелово с ветерком. Раньше жители русского о таком могли только мечтать. А сегодня островитяне ездят по новому асфальтобетонному покрытию протяженностью 3,5 километра. В планах у подрядчиков нанесение разметки, установка знаков и работы по благоустройству. По просьбе жителей поселка сделают и освещение. Новые фонари уже установлены. Осталось подключить их к ресурсоснабжающей организации. Хорошее. Покрытие хорошее. Кроме того, завершилось и асфальтирование дороги, ведущей в Парис. Здесь появилось около 2,5 километров нового асфальтового покрытия. Ну, небо и земля. Ну, конечно, рады. Отлично, спасибо большое. Продолжаются ремонты на улице Экипажной. Асфальт уложат на участке почти в 2 километра. В эти дни подрядчики обустраивают пешеходные зоны, после чего их и проезжую часть заасфальтируют. Всего в этом году на острове Русский обустроят три участка общей протяженностью около 8 километров. Катерина Матвеева, новости на 8. Вот уже почти два месяца во Владивостоке не утихают страсти вокруг одного из реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых. Его директор и несколько волонтеров сегодня находятся в СИЗО. Их обвиняют в незаконном удержании людей. Однако в нашу программу обратились те, кто добровольно проходил лечение в этом центре и избавился от зависимости. Эти люди доверяют методикам центра и хотят продолжить лечение. Подробнее расскажет Светлана Садовая. Употреблял много лет, когда очнулся, было уже практически поздно. Здесь их около полутора десятков бывших алкоголиков и наркоманов. Сегодня все эти ребята живут, как они говорят сами, в трезвости. И несмотря на происходящие вокруг них бури, стараются держаться вместе. Для бывших реабилитантов наркологического центра «Расцвет» это единственный шанс удержаться в трезвой жизни. Считают они сами. Я понял, что я тоже смогу с этим справляться. Благодаря принципам, благодаря программе, которой нас обучили. Что на самом деле болезнь зависимости заключена в нашем мышлении. И что, изменив мышление, я смогу справляться с этими заблуждениями, страхами, которые у меня были всю мою жизнь. Артём пил и употреблял наркотики 16 лет. Уже полтора года в трезвости. В центр привели отчаявшиеся родители. Сам он уже никуда идти не хотел. Жил от дозы до дозы. Здесь все истории похожи друг на друга. Но одни приходили за помощью сами, других приводили родственники. Близкие не могли спокойно смотреть, как молодые жизни срываются в пропасть. За сына боролись всегда. Боролись методами, которые считали, что действенные. Ругали, выгоняли, уговаривали, плакали. Различные моменты. Лишали чего-то. Но всё это не давало никакого результата. Со временем пришло осознание, что это далеко не простая болезнь. Что это действительно болезнь, зависимость. И что медикаментами, какими-то таблетками или уколами это невозможно лечить. Мы его отправляли и в дальние рейсы 8 месяцев. То есть, ну, несколько лет всё равно вот это вот всё длилось. О реабилитационном центре «Расцвет» Светлана Липатникова узнала случайно. Здесь её сын провёл три года. Избавился от зависимости и остался волонтёром. Сегодня он сидит в СИЗО. Его подозревают в незаконном удержании людей в центре. Якобы сюда насильно помещали тех, кого родственники считали алкоголиками и наркоманами. У меня пожилая мама пила полгода, рассказывает дочь одной из бывших реабилитанток. Не помогало ничего, пока не обратились в «Расцвет». И мы тоже позвонили. Они приехали, забрали. Естественно, с нашего согласия никто туда насильно никого не забирал. И помогли. Вот в течение пяти месяцев практически там находился родственник. И вернулся другим человеком, который больше не употребляет алкоголь, вышел на работу и стал интересоваться окружающим миром. Сюда действительно подавляющее большинство реабилитантов просто привели отчаявшиеся родственники. Вопрос в другом, говорят сами бывшие нарко- и алкозависимые. Если человек хочет выздороветь сам, его не пугают ни суровые условия, ни жёсткий распорядок дня. В состоянии опьянения человек привыкает жить, как хочет, говорят они. А здесь необходимо соблюдать правила обычной человеческой жизни. Рано вставать, мыться, ходить на лекции. И никаких запрещенных веществ. Всё это подтверждают врачи-наркологи. Вызывает протест у человека в состоянии ломки. У пациента могут быть состояния, когда он, скажем, опасен для себя, ввиду своей какой-то невменяемости, либо физического состояния, либо психического состояния. В таких случаях, конечно, создаются условия для удержания пациента на лечении, для удержания пациента в программе. Сегодня реабилитационный центр «Рассвет» закрыт. Однако для бывших реабилитантов это скорее трагедия. Они всё так же держатся вместе и по-прежнему соблюдают все порядки, которые были здесь заведены. Ещё до начала разборок и скандалов. Только так, считают они, можно удержаться и не вернуться к старым пагубным привычкам. Светлана Садовая, Андрей Толстихин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. На днях жители Владивостока взбудоражил ролик в сети, в котором два молодых человека якобы сидят на пилоне русского моста. Пользователи поражены и тем, что творят парни и где они это делают. Но в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта России заявили, что проникновение на пилон русского моста исключено. Вход на пилон мостового сооружения снабжён системой сигнализации и контролируется операторами технических средств охраны. Доступ к лифту пилона доступен лишь техническому персоналу со специальными разрешениями. Также известный в крае видеооператор Андрей Савин сказал, что запись – качественный монтаж. Поэтому остаётся только лишь похвалить ребят за интересный вброс и отличное умение пользоваться видеоредактором. У приморцев впереди трёхдневный уикенд. В этом году День народного единства выпадает на понедельник. Поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими. Напомнили в Роструде. Отдохнуть мы сможем со 2 по 4 ноября включительно. А следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы. С 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, сразу после которой. Одни за всех при поддержке президентского гранта в Приморье создадут сообщества инициативных семей. Шаг из темноты. Победа в президентском гранте позволила улучшить качество жизни инвалидов по зрению. Родные воды. Приморский канаист Иван Штыль готовится к Олимпийским играм в Токио. Партнёр выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче всё в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Одни за всех при поддержке президентского гранта в Приморье создадут сообщества инициативных семей. Шаг из темноты. Победа в президентском гранте позволила улучшить качество жизни инвалидов по зрению. Родные воды. Приморский канаист Иван Штыль готовится к Олимпийским играм в Токио. Сообщество инициативных семей создают в Приморье при поддержке президентского гранта. Предполагается, что социальный проект объединит активные семьи и поможет улучшить демографическую ситуацию региона. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Владмама». Как отмечают авторы проекта, за годы работы в Приморском крае фонд столкнулся с огромным количеством семейного и детского неблагополучия. Также в фонде отметили, что в Приморье с каждым годом все больше разводятся, заключается меньше браков, снижается рождаемость. Люди уезжают из региона, а большинство молодых семей не готовы к рождению детей, живут за счет родителей и не проявляют инициативы. Так родилась идея, что надо решать исходную проблему – начинать строить полноценные здоровые семьи. Проект под названием «Сами» объединяет молодые семьи, готовые стать инициаторами перемен в своих городах и селах по всему краю. В сентябре во Владивостоке провели первый форум проекта «Сами», участниками которого стали 50 семей из 19 муниципальных образований края. А в ноябре пройдет конкурс, где выберут лучшие инициативы, разработанные семьями по итогам форума. К слову, в этом году финансовая поддержка социальных инициатив составляет 90 миллионов рублей. А с 14 октября по 25 ноября будут принимать заявки на участие в конкурсе 2020 года. Получить федеральную поддержку можно по 13 направлениям. Это социальная поддержка граждан, поддержка семьи, охрана здоровья, поддержка молодежных проектов и проектов в области науки, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод граждан окружающей среды, укрепление межнационального согласия и другие. В прошлом году победителями конкурса стали 46 приморских проектов некоммерческих организаций. Про инициативу одного из победителей расскажет Екатерина Матвеева. Первые робкие движения сменяются уверенными «Па». Ученики студии «Танго Хаос» ходят на занятия всего два месяца, но успели освоить многое. Как уверяет их преподаватель Жанна Савенко, научить танго можно каждого, в том числе и незрячего. Очень много говоришь и очень много показываешь, а они тактильно, так сказать, да, трогают твои руки, ноги, положение тела. Потом, вот когда ты уже показал, они уже почувствовали, да, словами начинаешь объяснять. И потом уже, ну, нет такой необходимости, чтобы они постоянно, как бы, ощущали твое тело. Достаточно говорить вправо, влево, шаг такой-то. Ну, мы привязываемся к каким-то ассоциациям. Вот, конечно, приходится изобретать, честно скажу. Обучением людей с ограниченными возможностями здоровья Жанна занимается пять лет. В свое время ее вдохновил фильм «Запах женщины», где Аль Пачино играл роль Сипова. Причем у педагога, который обучал танго Аль Пачино, хореограф тоже занималась. Девушка решила попробовать, и у нее получилось. Первая подопечная, Евгения Меркулова, сегодня уверенно танцует. И не только танго. В прошлом году проект Жанны Савенко «Шаг из темноты» стал победителем конкурса президентских грантов. На его реализацию выделили более двух миллионов рублей. Теперь на занятия ходит 20 человек, и набор в школу еще идет. «Хотелось просто найти что-то для себя, такое увлечение, которое, так скажем, и для души, и для тела, и для головы тоже. Ну, то есть, у нас мало занятий, на самом деле, у инвалидов, которые бы приносили действительно удовольствие. Научиться стоять на своих ногах, выглядеть при этом красиво, красиво ходить с тростью, то есть не горбатиться и, так скажем, вести себя более так раскованно, на улице в том числе. Ну и танцы в этом очень способствуют». Для многих начинающих танцоров занятия стали настоящей отдушиной. Ради тренировки люди встают с восходом солнца, добираются через весь город, перестраивают свой график. Ведь в танце они чувствуют себя наравне со здоровыми людьми. «Во-первых, поднимается настроение. Я вот сюда прихожу с огромным удовольствием, да, и я как-то даже заметила, я стою, и вдруг у меня вот плечи сами по себе ровно вот, стою, плечи назад, откинуты. Я даже удивилась, ну, это же надо вот так вот». Результаты своих трудов танцоры покажут на отчётном концерте, который состоится в конце ноября. Сложные пани будут исполнять с профессиональным танцором из Аргентины. Хореографы уверены, что к этому событию они достойно подготовят всех своих подопечных. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Общегородская ярмарка во Владивостоке меняет расписание. До конца сезона ярмарка на центральной площади города будет проходить по пятницам и субботам. Такое решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки. Как пояснили в мэрии, торговля на центральной площади Владивостока будет организована на еженедельной основе до 16 ноября. Свою продукцию на площади борцов за власть советов предоставят более 200 сельхозпроизводителей края. Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей. На этой неделе гостей и жители города Владивостока приглашают приобрести фермерские продукты 11 и 12 октября. Ярмарка будет работать в пятницу 11 октября с 8 до 18 часов, а в субботу 12 октября с 9 до 17 часов. И еще одна информация от местных СМИ. В субботу 12 октября начинает работать ярмарка по реализации уцелевших товаров изгоревшего торгового центра «Максим». Руководство рынка «Нашкольное» предоставило свои площади для арендодателей сгоревшего ТЦ. Время работы этой ярмарки с 11 до 18 часов. Приморский канаист Иван Штыль вернулся на родную воду. После крупных выездных соревнований спортсмен приехал во Владивосток и начал тренировки на Озере Чан. В его планах отобраться в следующем году на Олимпийские игры в Токио. О том, как он собирается к этому, прийти расскажет Максим Яковлев. Образец трудолюбия и дисциплины. Именно так отзываются приморцы о своем знаменитом земельке. Увидеть обычную тренировку Ивана во Владивостоке сегодня уже редкость. Именитый канаист кажется постоянно в разъездах по соревнованиям. Но сейчас сезон гребли окончен, поэтому спортсмен в спокойном темпе выходит по утрам на Озеро Чан. Два месяца у нас пересборье. То есть это сентябрь, октябрь. Половину уже мы проотдыхали. Сейчас осталось чуть-чуть меньше месяца. И уже начнем новый цикл на следующий сезон. Сезон для Ивана прошел успешно. Успел взять золото и на Кубки, и на Чемпионате мира. Однако, как говорит сам канаист, результаты сборной России в целом в этом году были рекордно низкими. Все потому, что в мире возрастает конкуренция, и попасть на международный пьедестал становится все сложнее. Тем не менее, с главной задачей наши гребцы справились. Получили лицензии на предстоящую Олимпиаду. В случае, если Иван попадет на игры в Токио, то будет выступать в довольно новые для себя категории. У нас убрали спринт и оставили на данный момент только тысячу метров. И наша сборная взяла только лицензию для выступления в двойке тысячи метров. То есть отбор у нас будет проходить на Чемпионате России в следующем году по С2 тысячи метров. Сегодня именитого приморца отличает на воде не только профессиональный стиль гребли, но и сама лодка. Уникальный дизайн виден сразу. Дело в том, что это бывшее каноэ олимпийского чемпиона Александра Рогова. После смерти спортсмена его друг передал лодку Ивану и сказал, что теперь она в хороших руках. Произведение искусства. То есть сейчас такие лодок у нас в стране, я думаю, четыре и две из них на Дальнем Востоке. В нашем музее мы собираем самые такие интересные экземпляры. Я надеюсь, что в будущем мы сделаем такое место, куда люди смогут приходить и будет спортивный инвентарь, как представлены лодки, так и весла и наши награды. Будет очень интересно, потому что это история нашего приморского края. Приморский спортсмен пробудет на родине вплоть до зимы. Иван постарается провести максимум времени на открытых водоемах, после чего отправится на юг России, а затем и в теплые страны. Там канейст начнет уже самую активную подготовку к новому сезону. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Надежда жива. Несмотря на приближающиеся холода, мэрия Владивостока осваивает бюджетные средства на ремонт дорог. Уже не направление, а дорога. В поселке Парис и Пастелове на Русском острове можно ехать по асфальту. Закрытие реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых ставит под угрозу шансы вернуться к нормальной жизни тех, кто добровольно проходил лечение. Одни за всех при поддержке президентского гранта в Приморье создадут общество инициативных семей. Копченый рынок. Уцелевшие товары изгоревшего торгового центра распродадут в выходные. Родные воды. Приморский канаист Иван Штыль готовится к Олимпийским играм в Токио. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.